Слава Богу, друзья, я хочу затронуть такую, скажу, свободневную тему. Я нахожу действительно ее очень актуально и свободневно. Я хочу немножечко поговорить о холоде. Вот именно холод, когда холод проникает в церковь. Потому что в Писании есть предупреждение, сейчас к нему подойду. Поймите, что сама церковь по своей структуре, вот как ее Бог видел, как Он ее творил, это семья, которая наполнена любовью. Она наполнена огнем веры. Она наполнена жаждой и ревностью поиска. Церковь наполнена именно любовью и верой. То есть в ней не предусматривалось такое понятие, как холод, как инертность, как, знаете, такая пассивность. Нет. Бог создавал церковь, которая способна именно идти. Она способна достигать цели. Она способна открывать двери. Она способна ломать редуты и всевозможные баррикады. Она способна, потому что Бог наделил церковь колоссальной властью и полномочиями захватывать людей, приобретая для Христа. И нигде в Писании мы не видим, чтобы церковь, она рассматривалась Богом в какой-то позиции, спящей красавицей или такого тихого омута. Нет. Мы везде видим, что церковь – это живой организм. Это церковь, это семья, Божья семья избранных детей, которые ходят в атмосфере Бога. И если церковь ходит в атмосфере Бога, ее невозможно остановить. Ее невозможно, знаете, даже задержать. Она будет идти, она будет рвать цепи, она будет рвать оковы, она будет просто ломать засолы, срывать замки, потому что, еще раз говорю, Бог, всемогущий Бог, Творец Вселенной, Всевселенной, свою церковь наделил великой властью, великими полномочиями. И церковь Писания, она рассматривается, как действительно, знаете, огнедышащая живая семья, которая горит огнем жажды по Богу. Горит огнем жажды по Богу. Но есть одно предупреждение. Очень жесткое предупреждение. Очень опасное предупреждение для церкви. И если церковь не бодрствует, она рискует то, что она может попасть в одну очень серьезную проблему. Позвольте, я вам прочитаю сейчас об этой проблеме. Смотрите, это Евангелие от Матфея, 24 глава. Смотрите внимательно. Я буду читать сейчас 4 стиха. Иисус сказал вам в ответ, Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ, на народ и царство, на царство, и будут глады в море и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие. И друг друга будут предавать, и вознавидят друга. И многие уже пророки восстанут и прельстят многих. Обратите внимание на 12 стих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Еще раз, 12 стих. Вот она проблема, с которой церковь может столкнуться. Еще раз, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Поймите одну очень простую истину. Мы живем в атмосфере беззакония. Посмотрите вокруг. Церковь постоянно испытывает какие-то атаки. Она испытывает какие-то противостояния. Какие-то запреты. Мы встречаем ложь, лукавство, корысть. Мы встречаем... Вот действительно, как будто царствует грех. Мы живем в враждебной атмосфере этого мира. И вот тут мы, как церковь, должны хранить свои сердца, чтобы мы не попали под пресс беззакония и не позволили этому беззаконию наши сердца остудить. Именно охлаждение сердец... Вот она проблема церкви. Если церковь охладевает, если церковь теряет жажду, если церковь теряет вот этот порыв, вот эту ревность, она просто превращается в красавицу, но спящую. Она красавица. Она Божья красавица. Но она спящая. Она не способна ни к чему. Она просто спит. Также и здесь, если мы позволим нашей церкви проникнуть в холоду этого мира, то церковь останавливается. Церковь погружается в такое, знаете, в сонное состояние. Знаете, такое просто дремоту. Почему? Все. Бог будет посылать слово. Бог будет давать откровения, но церковь не будет воспринимать. Почему? Она спит. Бог будет посылать действия. Бог будет посылать какие-то дары, явления, но церковь не будет воспринимать. Почему? Она спит. Холод этого мира проник в церковь. Вы знаете, вот я читал сейчас Евангелие на 3, 24 главу, и мы видим пророчества о последних днях, события, которые придут на мир. Но мы видим, что это коснется церкови. То есть вот эти потрясения, которые Бог пошлет на этот мир, они коснутся церковь. То есть мы будем это проходить. Мы будем очевидцы, мы будем свидетельны. Поймите, церковь устроена по такому сценарию, по такой задумке. Какие бы ни пришли катаклизмы, потрясения, события в этот мир, церковь, которая ходит в атмосфере Бога, способна все их пройти и преодолеть. Да, будет нелегко. Даже скажу так тяжело. Но если церковь не спит, если церковь не остыла, если церковь горит, она сможет все это пройти. Она все сможет это пройти. Вы знаете, я сегодня, я замечаю, как холод этого мира, он проникает в нашей церкви. И он проникает в наше собрание. И знаете, он не может зайти сам. Это как и грех. Он не может просто взять и прийти в церковь. Ему нужны ноги. Он приходит на наших ногах. Мы приносим этот холод. Мы сами. Если мы не бодрствуем, если мы невнимательны к своему духовному состоянию, если мы позволили себе ожесточиться, если мы позволили себя миру пропитать, мы становимся людьми с охлажденным, с таким, знаете, замерзшим сердцем. Представьте, если ваше сердце замерзшее. Вот дословный перевод. Позвольте, даже я вам сейчас скажу. В оригинале слово охладеть. Охладеет. В развернутом варианте переводится как дышать холодом. Дышать холодом. То есть, не случайно здесь евангелист использует слово охладеет. Именно начинает человек дышать холодом. Церковь начинает дышать холодом. Вот включите воображение. Представьте, вы начали дышать холодом. Вы потеряли огонь любви. Вы потеряли страсть, жажду, ревность. Вы приходите домой, и вы дышите холодом. Вы можете просто вот сейчас фантазировать, представить, в какие отношения превратиться. Во что превратится семья. Какие это будут взаимоотношения. Вы дышите холодом. А теперь представьте, что этим холодом дышит церковь. Она дышит холодом. Она не дышит больше огнем любви или веры. Она не дышит страстью или жаждой поиска по Богу. Она начала дышать холодом. Это дословный перевод. Позвольте, я приведу вам один пример. У меня большой багаж примеров. И в одной церкви, я не буду называть там динаминацию, не хочу. Пришла сестра с мужем, значит, у нее на руках ребенок. У них девять детей. Девять детей. То есть, она вот в декрете, у нее работает один. Может, вы вдумайтесь, девять детей. То есть, вы понимаете, что это непросто. И другая сестра подошла к ней, мило улыбаясь, поздоровалась. И тут же, отвернувшись, говорит, ты посмотри на ее платок дырявый. А у сестры, которая держала ребенка, мать девяти детей, был платок такой уже застиранный. И там была дырочка маленькая. И вы знаете, я когда узнал об этом, мне вот удивила одна вещь. Как холод плавно проникает в сердца. Сестра увидела платок с маленькой дырочкой. Вы понимаете, как внимательно она нас посмотрела. Но она не увидела, что в церкви муж, она и девять детей. Что вся семья в церкви. Вся семья в церкви. И вся семья в молитве. И они ищут Бога. Это хорошая такая богобоязнная семья. И я увидел, как, знаете, как этот холод проникает в сердца. Он искажает наше даже, наше зрение. Мы начинаем видеть не то, что надо. Я когда услышал, я подумал, насколько сердце стало холодным. Ты увидела маленькую дырочку в платке, но ты не увидела девять детей. Еще одна ситуация. Поставили молодого пастора в церкви. И он собрал нашу церковь на молитвенное собрание. И заходит, его не увидели. Он заходит, значит, в комнату для молитвы. И слышит, как одна сестра собрала вокруг себя такой кружок других сестер. И она сплетничает, высмеивает другую сестру, которой здесь нет. То есть она выносила личные какие-то моменты жизни. Она высмеивала, знаете, так унизительно. И пастор когда зашел, говорит, эй, стоп. Стоп, стоп, стоп. А что ты делаешь? Ты, говорит, сплетничаешь. Ты грешишь. Я говорю, а вы что уши развесили? Он всем. И вы сплетники. Потому что тот, кто сплетничает, сплетник. И тот, кто слушает и не остановит, тоже сплетник. И он потом говорит, я дивился с удивлением этих сестер. Потому что им до этого никто не делал замечания. Это была норма. Насколько сердца могут охладеть, что грань стирают. Вы знаете, холод стирает грань. Я, знаете, я могу сравнить взаимоотношения, вот, пропитанные холодом. Не осудите меня с одним фрагментом из моей жизни. Я, когда служил в армии, это было бы еще при СССР. Нас на базе, когда мы стояли в бригаде, это я в Мурфоте служил, давали мясо 56-го года. Я служил 88-89 год. Нам давали мясо 56-го года. То есть оно где-то висело замороженное, перемороженное, вымороженное. И я еще тогда, помню, обратил, вроде бы мясо, а на самом деле это как субстанция ни вкуса, ни запаха. И вот, когда приходит холод в церковь, нету ни вкуса неба, ни запаха благодати. Есть просто субстанция, субстанция общения. Когда люди не прободрствовали, когда люди позволили своему сердцу охладеть, они этот холод несут в церковь. Они начинают искаженно видеть, они начинают терять грани приличия и Божьего страха. Друзья, берегите ваши сердца, берегите ваши сердца. Еще, знаете, я заметил, как холод гасит посвящение. Вот давайте пример приведу. Вам нужно идти на молитвенное собрание. Вы выглядываете в окно, а там ливень, там ветер. И у вас сразу мысли, о, нет, я не пойду. Ну, такая погода. И я вам приведу пример. У нас была такая сестра Полина Дорофеевна. Она прошла войну, она уже ушла в вечность. Это женщина, которая была, ну, бабушка. И тогда уже было за 80. Она была с набором определенных болезней. Она, сколько вот я ее знал, ни разу, ни разу не пропустила собрание. Дождь, слякоть, доход землетрясение. Полина Дорофеевна всегда в церкви. Я спросил Полина Дорофеевна, смотрите, многие люди не пришли. Она говорит, мне не важно, многие пришли или мало. Я пришла. Я шла к моему Богу. Потому что, говорит, я хотел с ним встретиться. Поймите, это, знаете, вот огонь. Это огонь веры. Это человек, который не позволил холоду угасить вот эту любовь. Не позволил угостить, заморозить вот эту жажду по Богу. Ее не останавливает ливень, ее не останавливает непогода, ее не останавливает ничего. Огонь любви к Богу дает ей возможность прийти. Я помню, как она одевала целлофан на ноги, чтобы пройти по лужам. Я помню, сколько раз у нее ветер ломал зонтик. Она приходила мокрая. Этот человек всегда был в церкви. Это был человек веры. Это был человек, который меня вдохновлял. Я когда видел ее, я понимал, этот человек веры. Я всегда знал, может быть, не придет никто, но Полина Дорофеевна всегда будет в церкви. Этот человек верный Богу. Этот человек, который действительно любит Бога. Я еще помню пример такой. Сидят три пастора. Три пастора. И, знаете, такая, ну, прошу откровенная беседа. И один пастор говорит, старый пастор. Говорит, вы знаете, братья, я так переживаю. А я вот, я не знаю, что делать. Пытаюсь собрать людей на молитву. Я не знаю уже, как собирать. Вот, что за время, говорит. Не могу собрать людей на молитву. Приходит только вот группка. Церковь большая, группка. Вот маленькая группка посвященных людей. Понимаете? И вот такого, сказал в такой, знаете, вот печали. И сидел более молодой пастор и говорит, да, да и хай не ходят. Ну, и пускай сидят дома. Говорит, типа, остывший. И когда-то так осудил. Осудил. И тогда старый пастор, он, помню, еще чай пил, так отставил кружку, подел в глаза и говорит, ого, а что у тебя с сердцем? Это ты так рассуждаешь? У тебя, говорит, сердце холодное. Приведи его в порядок. Я не забуду эту фразу. Она была сказана с таким взглядом. Он сказал так глубоко. Говорит, приведи свое сердце в порядок. У тебя сердце холодное. Друзья, церковь, церковь назидается от проповедей. Но пример берет от пастырей, от служителей. Вдохновляется она, например, когда видит своих пастырей, своих служителей именно в веру и посвящение в их жизни. Мы своей жизнью вдохновляем церковь. Поймите? И если пастыр, он охладел, если пастыр остыл, это беда всей церкви. Он больше перестает быть источником вдохновения. Поймите? Вот, что бы вы мне ни говорили. Да, проповеди нас накачивают духовно, но вдохновляетесь в виде посвящения, в виде огонь, в виде жажду, в виде ревность своих служителей. Когда пастыр говорит, мы должны делать, мы должны идти, но сам не идет, то как он вдохновит? Да никак он не вдохновит. Это пустая проповедь. Я могу очень сильно мотивировать церковь к чему-то, но если я сам остывший, если я сам, ну, не являюсь источником вдохновения, если я своей жизнью не являю пример посвящения и вот этой ревности, как я вдохновлю церковь? Да никак. Не перестану скоро верить. Поймите, если холод проникает в церковь, холод этого мира, угасается огонь. Угасается огонь. И церковь останавливается. И церковь останавливается. Сатана приходит и говорит, да что ты, успокойся, тебе ну надо, есть кому делать. Есть кому, пускай они тут делают. Или, знаете, да успокойся, отдохни, ты устал. Завтра сделаешь. И много-много способов, как остановить церковь, как посеять холод. Он профессионал в этом. Он профессионал в этом. Я еще, знаете, заметил, как остужают служители прямо в церкви. Я знал одного дьякона, молодого прогрессивного, четверо детей. Но несмотря на то, что четверо детей, он работал трактористом, он хорошо содержал свой дом. И он был просто, знаете, вот эпицентром движения в церкви. Он постоянно что-то делал. Он постоянно был в движении. Там, смотришь, организовал домашнюю группу, какое-то евангелиционное служение, какое-то молитвенно. И когда в церкви видели, что служат, служат, на него грузили, 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 грузили служение. И в итоге никто не подогревал. А мало того, еще и укоряли. И я видел вот процесс выгорания. В один момент он просто все на задний ряд. Он выгорел. Он устал. Поймите, любого служителя, любого пастора, любого горящего верующего человека нужно подогревать. И нам себя нужно подогревать. Нужно беречь себя от того, чтобы холод этого мира не проник в сердце. И он, знаете, настолько ожесточился. Он настолько разочаровался. Он когда спросили его, а что ты не служишь? Он, знаете, гневно. Не просто гневно, мыхнул рукой и говорит. Наслужился. Кому оно надо? Я видел вот это разочарование. Он настолько в итоге охладел, что он молился, он сам признался. Ну, несколько секунд. Господи, благослови этот день. А вечером, Господи, благослови эту ночь. Жена его свидетельствовала. Говорит, я не узнаю своего мужа. Это такой, знаете, замкнутый, холодный человек. Он просто ходил в церковь. Знаете, как субстанция. Я не хочу унизить никого. Но нету больше запаха неба. Нету больше аромата, благодати. Как субстанция. Как то мясо. 56-го года, который нам давали в армии. Холод остудил его сердце. И сейчас его не интересуют эвакуационные проекты. Его сейчас не интересуют видения церкви. Его сейчас не интересуют там какие-то движения. Мало того, вместо того, чтобы как-то, ну, помочь ему, его еще и осудили. Его еще осудили и укорили. Друзья, берегите ваши сердца. Берегите ваши сердца. Берегите, чтобы холод этого мира никогда не попал в сердце. Чтобы оно всегда горело. Чтобы оно всегда горело. Позвольте, я сейчас вам прочитаю еще одно место. Это Евангелие Триана, 3 глава. Я закончу на этом. Смотрите, 14 стиха. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел Жесть Вечного. Ибо не послал Бог Сына Своего мира, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. А вы здесь видите холод. Ибо так возлюбил. Он настолько горел любовью к нам, что Сына отдал. Отец отдал Сына. Вот она, любовь. Вот он, огонь. Вот даже сам Отец, Бог Отец, нам демонстрирует, насколько Он любит нас. Насколько Он горел. И я, знаете, закончу вот чем. Я предложу вам, вот задайте себе два вопроса. Проверьте себя. Ну вот, просто задайте себе честный вопрос. А вот что ты делаешь для Бога еще, кроме того, что ты ходишь в церковь? Ну что ты делаешь для Бога еще, кроме того, что регулярно ходишь в церковь? И сразу вот второй вопрос. Это как ты считаешь, достаточно? Это все, что ты можешь? Друзья, я благословляю вас. Всегда берегите сердца от холода этого мира. И горите, горите ревностью, жаждой, посвящением. Горите просто страстным желанием познать Бога. Горите страстным желанием просто познать Бога. Двигаться в Его атмосфере. Двигаться в Его силе. Просто двигаться в Его могуществе. Я благословляю вас. Я благословляю вас. И я хочу сказать, друзья, вы герои веры. Верьте в это. Скажи, я герой веры. Я человек, который познал Бога. Аминь. Друзья, поддержите наше служение молитвой. Для нас это очень важно. И если вы имеете возможность и желание посеять свои финансы в наше служение, в наш труд, то вы можете сделать перевод на указанные банковские карты. Спасибо вам большое за поддержку, за доброе слово, за ваши молитвы. Да благословит вас Господь.